Реформа МВД продолжается. В сервисных центрах Запорожской области вскоре ожидается пополнение штата новыми сотрудниками. Для этого будут отобраны лучшие кадры, которые пройдут стажировку под руководством тренеров из Киева, специалистов главного сервисного центра Украины. Эти молодые люди – стажеры на должность сотрудников территориальных сервисных центров МВД Запорожской области. Они были отобраны из 120 претендентов. Здесь самые стрессоустойчивые, коммуникабельные и не склонные к коррупции. К слову, зарплату им обещают 6 тысяч гривен. Сегодня праздничный день в Запорожской области. Сегодня первый день стажировки. Можете видеть наших очаровательных стажеров. Все полны энтузиазма, полны сил, хотят участвовать. Собственно, не просто наблюдать реформу, делать ее. Это самое главное. Сервисные центры МВД, которые пришли на смену МРЭО, стали открываться в Украине и в Запорожской области, в частности, больше года назад. Тогда на работу в них перешли бывшие сотрудники ГАИ и МРЭО. Но для удобства граждан штат расширяется. И пока что здесь есть вакантные места. На них и претендуют эти молодые люди. А поскольку набираются сюда сотрудники, не связанные с работой в органах, то для них проводят определенную подготовку. Работа специфическая. И нам очень важно, чтобы не просто классный человек, мы хотим, чтобы у нас работа, мы хотим, чтобы нашим ребятам нравилась эта работа. Чтобы она их вдохновляла, мотивировала и они хотели работать. А пока что работать хотят все. Наталья последние пять лет работала во фронт-офисах Турции, на рецепшенах пятизвездочных отелей. Говорит, как никто знает, что такое высокий уровень сервиса, к которому не все украинцы еще привыкли. Это была очень давняя мечта, но так как мы знаем, что в эту структуру раньше было не попасть, а сейчас у нас появилась такая прозрачная возможность. И это здорово. Набор ведется полностью открыто. Мне очень нравится, мне очень интересно. Я просто в восторге. А вот Александр к работе в органах МВД готовился давно. Только окончил университет. По специальности юрист. И готов применить свои знания на благо общества. Я интересуюсь политической жизнью страны. Узнал в интернете, на сайте Министерства внутренних дел. Пришел, хочу проводить себя здесь. Хочется поучаствовать в реформе, а то по телевизору, в интернете. Хочется вживую участвовать. С намерениями стать частью реформы сюда приехала и жительница Мелитополя Анна. В прошлом педагог. Когда сталкиваешься с такими процедурами, как получение водительских прав, оформление автомобиля, как бы вводят недоумение. Почему так долго, почему так рутина. То есть эти выполняются услуги. Коль предоставилась возможность подкорректировать работу, можно так сказать, захотелось попробовать и получить новые знания. Стажировка претендентов будет проходить около пяти недель. Первая неделя – теория. Лекции от специалистов главного сервисного центра. А затем практика, работа в территориальных сервисных центрах области. После этого лучших из лучших отберут на работу, где они приступят к тому, зачем пришли. Будут менять систему к лучшему.